По традиции в празднике люди активно обращаются за медицинской помощью. Поэтому стационары, травмпункты и бригады экстренной помощи будут работать круглосуточно. На связи также колл-центры, в поликлиниках на приеме дежурные врачи. 30 апреля и 11 мая работают женские консультации в части консультативного приема и патронажа беременных. Здесь важен этот аспект. Все дни работают у нас службы, и это актуально. Судмедэкспертиза в части освидетельствования, проведения анатомических исследований и выдачи. Аватусские специалисты и консультативно-диагностические поликлиники при краевых учреждениях, которые оказывают плановый прием, принимать пациентов не будут. Между тем в крае продолжают разрабатывать проекты по повышению качества оказания медицинской помощи населению. Как сообщил министр, благодаря проекту «Новые подходы в оказании медпомощи» организациями третьего уровня, а это специализированная и высокотехнологическая медицинская помощь, время ожидания приема для пациентов сокращается в три раза. Сейчас в краевой клинической больнице этот пилот использует два специалиста учреждения. Эти же подходы будут транслированы для всех учреждений третьего уровня. То есть минимизация времени, минимизация объема обследования, которые были бы достаточны для специалиста. Это и разумные сроки приема с заключением, с разными формами. Телемедицинская консультация, очный прием, консультация врач-врач, консультация врач-пациент. В течение полугода по такому принципу будут работать все специалисты краевой клинической. Значительный шаг вперед здравоохранение края сделает после внедрения в работу искусственного интеллекта, уверен министр, пока нововведения начали использовать в диагностическом центре. В прошлом году мы приобрели продукт «Искусственный интеллект» по расшифровке флюорограмм и рентгенограмм. В этом году мы расширяем, и в этом году еще три продукта будем приобретать. Это расшифровка компьютерных томограмм, это диагностика злокачественного образования кожи, в первую очередь меланома, и это монограммы. Министр подчеркнул, что реализация всех проектов должна прежде всего способствовать повышению доступности и качества медицинской помощи жителям Алтайского края. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.